С вами поднимать что-то особо не хочется, поэтому, наверное, не будем 50 килограмм поднимать. Друзья, приветствую! С вами вновь Станислав. У нас очередное видео. И опять же, мы снимаем Якамура, потому что линейка, как я ранее говорил, у Якамура 2020 года очень большая. И нам очень интересно вместе с вами поделиться информацией, поделиться этими новинками. По просьбе наших подписчиков, вы оставляете свои комментарии, снять ультру от Якамура. Ультра не Дулатрон, а Якамура, да, теперь уже снять ультру. Надеюсь, что на момент выхода он будет первым видеороликом, но если не первым, ничего страшного. Вот, так что встречаем Якамура Ультра 2020 года. Поехали, посмотрим, что за чудо. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, Якамура Ультра. Колеса идут у нас с вами 11 дюймов. Моторы, самокат полноприводный, по 3000 ватт, каждое мотор и колесо. Магниты мы не разбирали, не смотрели, но по заявлению производителя 6 сантиметров. Самое интересное, конечно, сердцевина. Сердцевина у нас здесь с вами. Аккумулятор 60 вольтовый на 40 ампер часов. Элементы 21700. Два синусных контроллера по 45 ампер. То есть, в принципе, такие же контроллеры, которые стоят, как на самокатах Ультрон. Ну, в общем, на всех, практически, последних модификациях современных самокатов, мощных, полноприводных. Хорошие, динамичные, самое главное, бесшумные и плавные контроллеры. Здесь интересно еще обратить внимание на бортовой компьютер. Бортовой компьютер тут отличается, у меня сразу в глаза бросился, от предыдущих модификаций Якамура линейки. Новый какой-то курок ZP883. То есть, на всех, с которых мы снимали, предыдущих модификаций был ALH100, если не ошибаюсь. Здесь у нас ZP883. Мы сейчас с вами посмотрим, что здесь за такой курок. Ну, а внешне, посмотрите, друзья, что сейчас самокат представляет. По настройкам мы сразу выставили максимальные настройки. Я на них впервые встал, чтобы доехать туда-сюда. На самом деле, из-под себя прям подрывает. Но, опять же, настройки бортового компьютера можно настраивать более плавный ход, более комфортно для вас и для каждого человека индивидуально. Итак, что касаемо пробега скорости. По заявлению производителя, максимальная скорость данного самоката достигает до 70-80 км. И пробег на одной зарядке, учитывая, что 40-й аккумулятор стоит 80-90 км. Но, опять же, как и говорил ранее, все зависит от многих факторов пробега и скорости. Вес райдера, манера и место, по которому вы катаетесь. Мы обязательно замерим скорость и, опять же, с вами поделимся этой информацией. Что в глаза также бросается, это рулевая дека, рулевая колонка, прошу прощения, такая отличительная особенность. Чем-то отчасти напоминает Ультрон Т128, но при этом он такой дополнительно закрыт, защищен. И самое интересное, что у нас здесь не просто пластины, они скрыты, у нас находятся здесь контроллеры. То есть у нас сам производитель и камуры, чтобы поместить 40-й аккумулятор, вот в этот у нас с вами отсек, контроллеры вынесли наверх. В рулевую, получается, колонку. Тем самым освободив пространство для аккумулятора. Если мы здесь обратим внимание, вот здесь у нас, кстати, идут элементы, виднеются, поэтому, друзья, гидроизоляцию однозначно нужно делать, потому что, посмотрите, вот микросхемы виднеются, даже вот резисторы, транзисторы, все здесь заметно, как силовые кабели уходят сюда. Поэтому гидру делать однозначно. Как это будет, на самом деле, с точки зрения практики показывать, да, уже вынос контроллеров в эту часть, это покажет, безусловно, время, но учитывая того, что система охлаждения... А, вот, смотрите, друзья, как они продумали. То есть все продумано. Вот здесь, посмотрите, у нас идут с вами болты, которые крепят контроллеры, а вот здесь у нас идет, как я понимаю, выведено под систему охлаждения, чтобы охлаждались контроллеры. Интересное решение. Также в глаза мне бросится складной механизм. Складной механизм достаточно серьезный, то есть выдержит ту нагрузку, которую заявляет производитель, а по заявлению производителя максимальная нагрузка достигает 150 килограмм. Давайте подвеску посмотрим. Подвеска у нас идет пружинного типа с амортизационной стойкой, то есть достаточно, в принципе, комфортный. Попрыгаем сейчас на нем. Рычаги у нас, кстати, похожи очень на Ultron T128. Смотрите, кстати, на клиренс. Огромнейший просто клиренс. Можно сказать, один из флагманов в семействе Nikamura. Скажу, что мне не понравилось, да, то есть в этом самокате это опора для ноги, она же ручка, она слишком высокий градус подъема. Ноги не очень комфортно, нога очень быстро устает. И учитывая того, что данный самокат идет в комплекте сидения, больше самокат, мне кажется, подойдет под сидячий формат езды. И подойдет самокат для полноценного, скажем так, бездорожья. То есть месить грязь, проезжать там, где не проедут обычные самокаты. Вот этот самокат точно подойдет и займет свое место в рядах. По моторам, кстати, здесь все у нас, вы видите, указанные гравировки. 3000 ватт, серийный номер моторов. Кстати, здесь хорошо, что вот если мы смотрели с вами, делали видеообзор на RX1 и RX2, то там у нас получается порт для зарядного устройства идет всего лишь один. То здесь уже на Ultra стоят два гнезда для зарядного устройства. Обратите внимание. Потому что емкость, в принципе, большая, здесь по-другому и не должно быть. То есть один порт было бы очень мало, очень долго вы заряжали бы. Здесь у нас с вами можно заряжать одновременно двумя зарядными устройствами. Если с одной зарядкой, то, в принципе, по времени около 15-20 часов. Если с двумя, то в два раза быстрее. По крыльям решение, если говорить крылья, то крылья, честно скажу, передние мне не очень понравилось. Потому что все будет лететь вам на амортизаторе на вашу переднюю часть, скорее всего, на ваши ноги. Потому что оно короткое достаточно, то есть нужно удлинять. По заднему крылу задняя часть у нас с вами выпирает нормально, но есть вероятность того, что будет что-то лететь, тоже есть. Поэтому нужно уже смотреть, кататься, проверять. Стопарь у нас выведен назад, прям под упор, то есть закрыто, все нормально, компактно. По тормозной системе, тормозная система, идет гидравлика. Вот что вот, если я говорил о предыдущих самокатах, то снимали мы Raptor, Raptor 13. Вот на Raptor мне безумно понравилась тормозная система, очень классная. То здесь тормоза мне не понравились, если честно. То есть поэтому тормоза здесь стоят обычные гидравлические. Можно было бы, в принципе, поставить что-то и посерьезнее, но что есть, то есть. То есть, в принципе, достаточно такие простые гидравлические тормоза. По рулю, руль у нас идет с вами стандартный, велосипедного типа, без регулировки, не регулируется ни по высоте, нет выноса наперед, то есть без настройки, стандартный руль. Грипсы, кстати, очень удобные. Вот сейчас заметил, некоторые производители самоката начали использовать такого формата грипсы. В руке, ну, честно скажу, прям удобно. И самое интересное, что оно не проворачивается, то есть у нас вспомнился этих шестигранников, да, которые здесь идут, они стяжки. Они стягиваются, и у вас никогда проворачиваются, в принципе, грипсы они не будут. Ну и стоят руки прям намертво. Давайте с вами пробежимся по рулевой части. С левой стороны у нас стоит с вами блок управления светом-поворотником. То есть здесь у нас тумблер включения света габаритных огней. Мы включим бортовой компьютер. Интересно, кстати, вот не совсем понял, почему при свете. Смотрите, вот смотрите, как они сделали. Вот сейчас свет включен, если, да? Включаем бортовой компьютер. У нас не включается. Отключаем. Теперь у нас включается. Видимо, мы, наверное, сделали специально, как, не знаю, мер безопасности, еще что-то. Ну, как-то вот так, в таком формате необычное решение сделали. Итак, тумблер включения света, поворотников. Кстати, посмотрим, где... А, ну, здесь уже, смотрите, поворотник хоть побольше, в отличие от Raptor, где-то маленький мигающий, здесь такая небольшая. Чуть-чуть побольше. Ну, опять же, да, там особо заметно так не будет, но уже больше, поинтереснее. Поворотников спереди нет, только сзади. Электронный тормоз. Опять же говорю, тормоз, электронный сигнал. Бортовой компьютер. Интересно, на самом деле, вот посмотреть его. Три режима скорости. Мили, километры здесь стандартно. У нас с вами настройки. P3. Ну, принцип, бортовой компьютер настройки стандартный, как у большинства самокатов. Это мы с вами потом отдельно пробежимся. По управлению здесь у нас с вами стандартный тумблер включения-отключения полного привода, сингл, эко-режим. То есть, все по-стандартному, ничего сверхъестественного. Давайте посмотрим с вами на фару переднюю, как она у нас с вами светит. Фара диодная идет. Шесть таких диодиков стоит освещение. Как светить будет в темное время суток, непонятно пока что. Но луч такой небольшой, но при этом он с регулировкой. То есть, можно с вами лучше направлять, регулировать. Но я бы поставил сюда дополнительно освещение фары какие-нибудь, может быть, арктик. То есть, такая вот будет у вас с вами диод, например, еще планку поставить и две дополнительные фары, основные такие поставить. И будет вообще сказка. Друзья, хочется уже на самом деле на этот самокат встать, поехать покататься по бездорожью особенно. Я думаю, мы отдельно снимем видеоролик, где мы помесим грязь на этом самокате. Поездим, покатаемся по каким-нибудь паухабам, раздолбанным дорогам, по большим подъемам. Потому что именно вот этот самокат у меня почему-то ассоциация именно с ездой на каких-то безумных внедорожных покрытиях, на безумном, где там проехать обычный самокат не может. Мне кажется, этот самокат проедет, но опять же мы посмотрим, мне просто хочется уже на нем покататься. По весу данного самоката, по завелению производителя мы еще не взвешивали, весит в районе 50 килограмм. То есть, в принципе, такой достаточно тяжелый, но при этом, друзья, согласитесь, что если мы говорим с вами о самокате 6-киловаттном и с емкостью 40 ампер-часов, самокат никак не может весить там 30 или 35 килограмм, правильно? Поэтому в таком формате. Давайте попробуем сложить. Самокат у нас с вами складной. Так, у нас защёлкнулся. Попробуем поднять. На самом деле, поднимать что-то особо не хочется. Спину себе сорвал, поэтому, наверное, не будем 50 килограмм поднимать. Но самокат внушительный и приличный. Ну что, а я хочу покататься, поездить. Поехали покатаемся, друзья. Посмотрим, что за самокат, как себя ведет. Поехали. И Камур Ультра. Стоят сейчас максимальные настройки выставлены. Такое дергает, набирает. Но опять же, можно здесь регулировать. Ход руля такой тяжеловатый достаточно, на самом деле. Вот что я вам говорил. Сейчас, честно, правую руку поставил на опору для ноги. Неудобно. Вот даже немножко еду, да, уже нога в напряжении идет. То есть долго не покатаешься с такой опорой. Вот в этом плане, конечно, не очень удобно. Ну, как говорил, самокат, на самом деле, больше, мне кажется, подойдет под сидячий формат. То есть сиденье идет в комплекте. Как набирает со шлифа. Тормоза все нужно настраивать. Потому что даже сейчас мы достали с коробки. Просто не настроили его. Побыстрее, чтобы запилить видео. И для вас, наши дорогие подписчики, поделиться вот этой новинкой. По вашей просьбе. А так, в любом случае, нужно настраивать тормоза. Все полностью. И уже после этого начинать движение. Достаточно такой резвый парень. Резвый самокат. Сейчас мы с вами проедемся. Покатаемся. Посмотрим, как самокат себя ведет. Сейчас достаточно такая погодка ветреная. Поэтому, может быть, и такая запись. Разговор не очень хорошая будет. Но, друзья, не обессудьте. Погода сейчас не шепчет, к сожалению. Тем более, сверху, так как грозовой фронт небольшой, я думаю, что сейчас дождик пойдет. Скорее всего. Но вот по тормозам, как я вам и говорил, что тормоза, если честно, не очень впечатляют. Можно было бы что-нибудь посерьезнее поставить. Ух, как холодно-то, однако, а. Прохладно, друзья. Вот не пойму, что скрипит. Такой небольшой скрип. Обо что-то что-то цепляется. То ли крыло не настроили мы, не поставили. То ли еще что-то. Но подвеска сказочная тоже прям отлично. Оно, в принципе, не пробивается. Под моим весом подпрыгаю. Интересно, конечно, замерить пробег его максимально, сколько он проедет. Но мне кажется, километров на 80, опять же, при плавной езде, при спокойной, тапку, если в пол не давить, то примерно около того пробега проехать можно. Если, конечно, тапка в пол, то пробег будет на порядок ниже. Но это сами прекрасно понимаете. Это многое от этого фактора влияет. Как ездим, манера и вес, конечно, райдера. Многие клиенты, на самом деле, спрашивают, а почему? Я, честно, сейчас мы немножко разгонимся. Попробуем, по крайней мере, это сделать. Многие спрашивают из клиентов, почему нужно ездить всегда на полном приводе на самокате, если вы полноприводные. Я, по крайней мере, так и рекомендую. Некоторые клиенты удивляются, а почему? Ну, во-первых, опять же, по сугубу, по своему мнению, нужно понимать, что пиковая та мощность, которую выдает самокат, и плюс нагрузка райдера, плюс вес самого самоката, если мы с вами едем на заднем приводе, нагрузка на мотор идет колоссальная. И когда мы с вами, тем самым, можем просто перегреть мотор в колесо и получить межевитковое КЗ, да, то есть, и что не очень хорошо, и это аукнуться может у вас там не сразу, а через 200-300 километров может мотор просто приговориться. Поэтому здесь лучше ездить на полном приводе всегда, и тогда вероятность там межевиткового КЗ и нагрева, она будет минимальная. Поэтому, друзья, рекомендую ездить на полном приводе. Всегда и без исключения. Неважно, сколько вы будете весить, там 60-70 килограмм, либо там 100 килограмм. Поэтому, как-то так. Ну, подрывает прям хорошо, конечно, самокат. Друзья, расскажите, кто-нибудь уже приобрел себе Якамуру самокат какой-нибудь модели? Или какая, по крайней мере, из обновленных модификаций Якамура вам больше всего понравилась? Оставьте, пожалуйста, свои комментарии. Очень интересна ваша обратная связь. Что вы думаете вообще по модельному ряду 2020 года? Пока, к сожалению, не успели все заснять. Но пока из того, что засняли мы, наши коллеги, то, что вы видели, может, даже уже попробую покататься. Очень интересно ваше мнение. И вообще, по тенденции, что для вас, так же интересно очень, что для вас по самокатам больше вас интересует, вам интересно. Полноприводные самокаты, моноприводные, с большой емкостью аккумулятора, средней емкостью аккумулятора. Интересно просто как. Что сейчас на сегодняшний день предпочитает клиент. Понятное дело, что, безусловно, у каждого самоката есть свой покупатель. Но больше интересно, как вот для вас, наши подписчики, что больше, скажем так, вам по душе. Ну, сюда, в принципе, я бы на самом деле поставил бы прям в горочку поехали. Вообще прям незаметно. Залетаем. Даже не чувствует просто. Никакой горки не чувствуется. Залетели. Я бы на самом деле сюда поставил бы тормоза нутовские, либо вот как вот на Рапторе стояли, там, ксудовские, как они называют, да, то есть, если неправильно назвал, поправьте, друзья. XOD или XSUD, SOT. Вот они, кстати, мне очень зашли, на удивление, очень классные оказались. А вот здесь, конечно, их не хватает. Интересно, кстати, в зиме, знаете, самокаты какие-нибудь на гусеницах наши соседи, китайцы, придумают все-таки, разработают серийно какую-нибудь модель или все-таки нет. А то в прошлом году, я помню, нет, не в прошлом, позапрошлом году, да, в принципе, и в прошлом году тоже вот летал на выставку в Китай, ежегодно ездили пока вот до пандемии, то есть, когда не случилось, ограничения не поставили на въезд. Суть такова, что вот ездил на выставку и там вот тоже вот по фабрикам ездил, по многим, в том числе, сетикока и вот по сетикокам гусеничный был формат, анонсировали. И вот второй год уже они анонсируют, но как-то серийку все не запустят. Сетикока на гусеницах представляете? Интересное решение такое. Хочется, чтобы серийно уже какой-то экземпляр попал в руки и потестить по суровым погодным условиям России в матушке. Посмотреть, как себя будет вести аппарат. Сейчас попробуем по травке, пока сейчас оператор поснимает. Опа! Заехали! Заехали! Деку цепанули, воткнулись, прям, можно сказать. ПОДПИШИСЬ Gobierno Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с электросамокатом Yakamura Ultra 2020 года Покатались, максимально постарались оперативно снять для вас видео, как вы просили Показать вам этот самокат А я вас приглашаю к нам на тест-драйв, приезжайте Мы находимся в метро 95 года Торговый центр электроника на прессе Работаем каждый день без выходных Огромный выбор электротранспорта На любой вкус и цвет, как говорится Ну а от меня лично для вас, как всегда, подарок Это первым пять счастливчикам, успевшим купить по акции данный самокат Пять клиентам гидроизоляция от наших магазинов подарок Так что, друзья, жду вас в гости А с вами был Станислав Всем удачи!